Спонсор передачи «Город женщин» – меховые салоны «Торнадо». Доброго дня! Мы рады приветствовать вас в программе «Город женщин», в программе, к которой, я надеюсь, вы уже привыкаете. Ну а тема этой передачи весьма многогранна, весьма интересна. Она включает в себя и женскую красоту, и способы ее поддержания. Но самое главное интересное, она включает женские намеки. Раскрывать тему мне будут помогать сегодня мои помощницы. Это Александра Ивановна, школа учитель-тренер и хозяйка вкусной шкатулки Ирина Дегтярева. Добрый день! Добрый день! Девушки, милые, как вы думаете, нужны ли нам эти намеки? Или все прямо в лоб нужно говорить? Что делать? Сегодня мы будем говорить о намеках, об их природе, о том, для чего их использовать. Но самое главное, как говорить так, чтобы тебя понимали. Так. Ну, я думаю, что место женских намеков как раз на кухне, потому что путь к сердцу мужчины лежит именно через желудок. И чем больше намеков мы там сделаем, тем больше получим в ответ. Это интересно сказано. В нашей сегодняшней рубрике «Шкатулка вкусных рецептов» мы будем готовить бурятские бузы. Готовьте вместе с нами. Доброго дня! Ну что ж, как обычно, я думаю, уже привычно вам то, что мы к гороскопу непременно обращаем свои взоры. Ну, мнение Александра о гороскопе мы знаем. Сегодня мне интересно Иру спросить. Ир, как ты относишься к гороскопам? А вы знаете, что во Вьетнаме, например, молодожены даже не женятся без гороскопа? Крестьяне, даже самые бедные, они обязательно едут в город и составляют гороскоп у астролога. Вот это. И мне очень интересно, да, что нам сегодня расскажет Маргарита Макарова? Поздравляю вас со стартом новой недели. Чего же от нее ждать, наши милые дамы? Для кого-то начало октября будет весьма светливым и заставит изрядно поводить, а кому-то удастся хорошенько расслабиться. Овны, на этой неделе вам ни в коем случае нельзя прятаться и сидеть дома. Выходите в свет, общайтесь и не забывайте об улыбке, ведь всегда есть вероятность, что в нее кто-то влюбится. Тельцы, самое время заняться обустройством своего гнезышка и сделать его еще уютнее. В окружении изысканных вещей вы сможете почувствовать себя еще лучше. Именно в такой атмосфере вам удастся расслабиться и помечтать. Близнецы, сейчас для вас главный источник вдохновения – это дети и все, что с ними связано. Если у вас есть маленькая чада или племянники, то уделите им больше внимания и поддерживайте вам всех начинаниях. Ради, в этот период вы сможете освоить любое начинание, поэтому важно сменить обстановку. Возможно, стоит выбраться и сменить старый домашний костюм на новый, нарядный и красивый. Львы, не сидите на месте, ведь жизнь – это движение и развитие. Вам захочется полениться и остаться дома, но поможет поддержать свое настроение хорошая музыка. Девы, октябрь – это определенно ваш месяц, и его нужно начинать в хорошем расположении духа. Пора обидать свою старую плоскую подошку на высокие каблучки и выходить в свет. Десы, у вас ожидается эмоциональная осадка, но это ни в коем случае не помешает вашему везению, потому что многие двери для вас будут открыты, и вам удастся заполучить доверие от окружающих людей. Все обязательно получится. Скорпионы, в этот промежуток ваша пробивная сила будет на высоте. Чем сложнее и критичнее ситуация, тем настойчивее и решительнее вы. Поэтому пользуйтесь моментом, ведь идей в этот промежуток будет очень много. Стрельцы, для вас пословицу «старый друг лучше новых двух» никто не отменял. Ваша сила сейчас в общении с ними, поэтому не стоит консервироваться и оставаться наедине со своими мыслями и мечтами. Делитесь ими с теми, кому доверяете. Ведь одна голова хорошо, а две и даже три еще лучше. Козероги, для вас самое время заняться здоровьем, сходить в фитнес-зал, проследить за своим питанием и проконтролировать свое самочувствие. Ведь в этот период организму нужно особое внимание, прислушивайтесь к нему. Водолеи, не бойтесь самостоятельности и проявляйте себя. Будьте открыты и верьте в чудеса, и когда они обязательно сбудутся. Рыбы, осень для вас – самая настоящая пора любви. Если верить звездам, то ваше умение покорять мужчин в этот период одним лишь взглядом достигает самого пика. Вы как с нами, но только любовные дела. Дорогие телесрители, желаю вам насыщенной и продуктивной недели. Пусть все ваши планы будут реализованы. Больше позитива, друзья, и тогда точно все обязательно получится. Ну, после такого гороскопа, я считаю, рабочий день должен сложиться на пять с плюсом. Но темой сегодняшней передачи, девочки, мы обозначили женские намеки. Честно говоря, мне, как человеку всему сопротивляющемуся, сразу же стало непонятно, а зачем нужны намеки, почему нельзя говорить все прямо и в лицо. Мужчины же делают это. Почему женские намеки? Это как-то двусмысленно звучит, нет? Ну, вообще, роль намеков очень интересна. И вы знаете, можно говорить о намеке как о неком иносказании, например, притче. Да, вот у многих восточных народов принято говорить вот немножечко притчеобразно, когда человек сам должен догадаться. Иносказание, двусмысленность, недомолвка, символ, даже сугестивность. То есть у намеков вообще очень много ролей, но если их обобщить, то можно сказать так. Намек – это способ косвенно подать информацию. Вот, косвенно, слово косвенно меня смущает. Зачем подавать косвенно, если можно спросить прямо? Здесь есть определенные задачи у намеков. Во-первых, очень часто это для того, чтобы информация была подана для посвященных. А тогда, получается, кто-то не улавливает и остается вне темы. Шпионские страсти. Да, потом здесь есть еще такой момент, когда человек говорит, но при этом остается как бы в тени. Он боится высказать прямо эту позицию свою, да, но оставляет себе как бы вот шаг назад, возможность скрыться, сказать, что его не так поняли. Ну и плюс это может быть художественный прием, аллегория, это некое украшение, да, например, послание своего текста, своего сообщения. То есть цели вообще могут быть очень разные. Перебью еще раз. А может быть намеком, допустим, вот как сказала Ирина, та же еда на кухне? Конечно, может быть, потому что намек это не только слово, хотя, ну, нам кажется, это в основном вербальная форма, словесная. Это может быть жест, это может быть какой-то даже тон голоса, тембр. Саша, может быть еще женские хитрости? Конечно, это действительно инструмент очень часто используется для того, чтобы воздействовать. Потому что это не только иносказание, но еще и замаскированное воздействие. Да, да, да. Я могу рассказать, как это происходит. Говоря намеками, человек конструирует некую загадку. Так. Да, загадку. И вовлекает слушающего в совместный процесс определенный. И когда человек догадался о втором, о некотором вот альтернативном смысле, ему это уже ценно, и он это начинает использовать как свою находку. Приватизирует смысл этот. То есть намеками можно достичь очень большого влияния на человека. Но это означает, что человек, в принципе, очень сложен. Раз для него, для вот вербального даже общения требуется такая сложная конструкция, которая имеет двойную, тройную, иногда и более смысловую нагрузку. Значит ли это, что в обычной жизни, не имея вот такого опыта, значит, смысловой нагрузки, да, вот подкладывать что-то, вы не будете достигать своих целей? На самом деле, конечно, нет. Это просто один из инструментов, но он очень важен в определенных кругах общения. Например, известный социолог в сфере лингвистики, Дебора Таннен, профессор, она говорит о том, что намеки – это более женский способ изъясняться, потому что традиционно женщины занимались хозяйством, вокруг костра, так сказать, находились, тогда как мужчины были на охоте. А вокруг костра нужно было все-таки сохранять вот этот вот мир, да, даже если он худой, но все-таки это лучше, чем открытая ссора. И поэтому женщины научились между собой, ну, так вот слегка, так скажем, деликатно, замаскированно высказывать, ну, прикрывать, может быть, не очень приятную какую-то суть, да, все-таки не резко высказываться, да. Вот, и поэтому в своем исследовании, кстати, она говорит, что при общении женщины больше настроены на то, чтобы получать и давать поддержку, тогда как мужчины, они свое общение складывают по выстраиванию иерархии. Мужчины не любят, когда ими манипулируют, да, поэтому женщина обязательно, прежде чем что-то у него попросить, она обязательно должна использовать какую-то хитрость, наверное, почему мы просим, мы хотим, чтобы они нам что-то купили, да, что-то подарили, что-то достали или что-то сделали, и поэтому здесь можно обязательно вот сначала его подготовить к этому морально, ну, даже с помощью этой же еды, да, а потом уже он сделает все, что вы захотите. Ирина права вот просто очень, потому что на самом деле разговаривать с человеком, когда ты хочешь получить что-то, да, решение своего вопроса, нужно исключительно тогда, когда он в хорошем настроении, когда он сыт, когда он доволен, потому что это уже настраивает на позитивный лад, да, и упрощает. Нет, вот это вы сейчас, знаете, мы перешли к вот этой самой интересной, самой интригующей части нашей беседы, мужчины и женские намеки. Вообще, это служит целым полем для каких-то ссор, ну, естественно, спекуляций, которые используются потом и в информационном пространстве, об этом сочиняются целые фильетоны, это служит основой целых романов женских и мужских, да, но почему же мужчины, не приемляя намеки, как они говорят, по крайней мере, если верить им, да, тем не менее, понимают вот только их частенько? Я бы вот здесь не очень согласилась, во-первых, это определенное все-таки обобщение, да, мы понимаем, что мы говорим об обобщениях, на самом деле каждый человек очень индивидуален, это не только полный возраст и в том числе образование, потому что чем выше образование, тем меньше разница между типом речи, да, ученые даже, ну, в прошлом выделяли так называемый гендерлект, как диалект, да, то есть, что у разных полов есть свой язык, но все-таки сейчас сходятся к тому, что, в общем, особых таких отличий нет. Но тем не менее, да, несмотря на то, что это обобщение, есть определенные нюансы, мужчины любят факты, они больше нуждаются в том, чтобы информация подавалась, наоборот, конкретно. Да, вот это самая распространенная претензия мужчин, ты скажи, что тебе надо, грубо говоря, да? Да, да. А я подумаю, могу я или нет, что я могу сделать, то есть, для него это ценно, а мы как будто боимся его обременить и вот начинаем вот с запечки, откуда там выскочивать. То есть, здесь можно подытожить, такие вот особенно тонкие женские намеки оставить для женского сообщества, а с мужчиной говорить, учитывая особенности их лингвистической, так скажем, да, деятельности, говорить более четко и ясно. Это очень ценное замечание, я думаю, что мы непременно разовьем еще эту тему, но сделаем это уже после рекламы, поскольку тема многогранна, велика и требует какой-то научной базы. Мы ее получаем от Александры. Осень. Это время тепла и комфорта. Это время, когда хочется тепла и комфорта, его нам не хватает после лета. Красивую, удобную обувь вы можете найти в магазине Рикер, где прямо сейчас представлена новая коллекция «Осень-зима-2017». Основное преимущество магазина – это то, что здесь представлены лучшие европейские бренды. Рикер, Саламандер, Марко Тоззи, Каприз, Тамарис, Янита, Кедда и Яна. Еще один приятный бонус от магазина – после первой покупки вы сразу становитесь хозяином дисконтной карты. Карта постоянного клиента позволит вам в дальнейшем воспользоваться скидками, а формула предельно проста. Больше покупок – больше скидок. Кстати, карта работает во всех пяти магазинах. Рикер – это не просто красиво и удобно. Это прежде всего забота о вашем здоровье. Ну что ж, мы рады вернуться не просто в студию, не просто в программу «Город женщин», но еще и к интереснейшей теме, которая, как оказалось, нас всех очень и очень волнует. Это тема о женских намеках. Мы подводим под женские намеки научную базу, так что вы не думаете, что мы тут что-то придумываем. Ничего подобного. Выяснилось, что намеки важны, нужны, они оправданы самой природой, да, они произрастают из нашей истории человечества с древнейших времен. Ну а самое главное, они продолжают, продолжают служить нам, так же, как в древности. Это так? Это так. Вот, допустим, если мы с вами, девочки, после эфира пойдем пить кофе… Непременно. Да, я скорее всего скажу, не хотите ли вы выпить кофе? Или хорошо было бы? А, это и есть намек. Да, то есть это мы говорим немножечко не прямо в лоб, да, потому что оставляем людям возможность… Выбора. Да, выбора. И боимся показаться очень настойчивыми и, ну, какими-то, да, такими, может быть, через чур доминирующими. А вот при общении с мужчинами нужно учитывать, что они ориентированы на другое. Они как раз выстраивают иерархию в обществе. И поэтому очень часто бывает так, что когда мы едем на машине и говорим мужу, а ты не хочешь выпить кофе? Он говорит нет и едет дальше. В смысле, что ему очень повезло с женой. А мы сидим расстроены, что живем с бездушным человеком, который не может даже остановиться на пять секунд, чтобы сделать приятное и выпить с нами кофе. Вот есть, кстати, еще один пример про кофе. Идут мужчины с женщиной, да, по улице, проходят мимо кофейни, и женщина говорит «Я сегодня ни разу не пила кофе». И проходит мимо, потому что у мужчины, у них совершенно другая психология, да, они не понимают, у него там одно предложение только «Она сегодня ни разу не пила кофе». Ну и что, да? Ну, конечно, потому что, допустим, если много тысячелетий мужчины были на охоте, им некогда было заниматься вот этими церемониями, да, то есть конкретная… Он просто еще не в силу. Реплика, конкретная реакция. И поэтому, вот я хотела показать вам такую замечательную книгу. Часто говорят, что мужчины плохо готовят. Ну, конечно, если написано… Мы вырут в руки. Это же очень относительно, какого подрумянивания, да? Что такое подрумянивание? Для меня подрумянивание – это очень коричневый цвет. Да, или золотистый. А вот эта вот книжка, я ее подарила больше 20 лет назад своему мужу, я считаю, что это образец того, как… Как должно быть. Это улетел один мой рецепт. Так, вот, допустим, здесь вот написано, на каком делении конфорки должна стоять, сколько минут, как взбивать. Вот, то есть, все показано просто в алгоритмах. А я тоже хочу такую книгу тебе решать. Это уралитет, но я ее покажу. И примерно таким образом и нужно общаться, чтобы тебя понимали. Потому что ответственность быть понятым лежит на том, кто говорит. То есть, не надо говорить, поставь манную кашу на маленький огонь. Надо говорить, чтобы чуть-чуть только не погас вот на таком огне, да? Четкий, ясный аргумент. На единицы. Да? Да? Вот так. Примерно так. То есть, озаботиться о том, чтобы тебя понимали, это важно. Да. И учитывать то, что с тобой другой человек, его пол, возраст. И когда мы говорим с мужчиной, лучше в корректной, конечно, форме, не в приказной, да? Но все-таки прямо говорить, чего ты хочешь. Потому что иначе могут быть действительно недопонимания. Мы хотим этого избежать. Недопонимание это то, чего не должно быть в семье, потому что... Ну, оно бывает, конечно, все равно. Ну, бывает же, девочки, согласитесь. Ну, конечно, вот если для нас, для женщин, когда нам трудно, очень важно с кем-то поговорить, обсудить, да? Мы так отдыхаем. А вот для мужчины важнее побыть в тишине. Поэтому его лучше оставить в покое, чтобы он привел в порядок свои мысли, а не говорить с ним о чем-то, что важно для тебя. Для этого есть подруги. Да, кстати, с подругами говорить гораздо проще, чем со своим мужем. Ну, я полагаю, что если уж мы задали тему, то надо понимать, что кухня – это вот эта вотщина, это королева, это наше царство, где мы чувствуем себя свободно, комфортно, где нам хорошо. На кухне женщина – королева. Естественно, что королева может диктовать свои условия. Причем она делает это очень искусно и намеками. И вот Ирина, как настоящая королева и хозяйка нашей вкусной шкатулки, безусловно, знает все эти секреты. Спасибо, Оля. Так, девочки, а вы, кстати, любите кофе? Да. Обожаю. А вы знаете, что вчера, 1 октября, отмечался Международный день кофе? Нет. Да, тогда я вам сейчас покажу. Один из вариантов приготовления кофе – это кофе по-вьетнамски. Пробовали? По-вьетнамски пробовали, но во Вьетнаме. По-вьетнаме. Я не знала, что его можно приготовить у нас. Хорошо. Я сейчас покажу процесс просто. Значит, мы берем вот такую стеклянную кружечку, чтобы там все было видно, да? И вот у вьетнамцев есть вот такая вот штучка, которая называется пресс-фильтр. Вот это я привезла с собой, но не умею пользоваться. Я забыла просто. Вот как раз. Я тоже люблю. У меня муж заваривает, но я сейчас тоже попробую. Мы ставим вот этот пресс, штучку, на кружку и насыпаем сюда кофе. Кофе у нас арабика. Очень такой ароматный крем-брюле. Где-то 3 ложки с горкой. Так много? Высыпаем. Ну, потому что здесь большая емкость. Даже чуть побольше, наверное. А арабика чистая нуждается в приправах? Ой, ты у меня спрашиваешь, как бы ты такой прям знаток кофе. Немножко так вот. Приколос. Чтобы оно у нас распределился по нашей кружечке. И подливаем сюда кипяточка. Чтобы у нас получился такой влажный песочек. То есть не надо лить сразу? Сразу лить не надо. Мы берем вот эту штучку и начинаем ее вот так вот крутить. Крутим. Так, еще подливаем чуть-чуть воды, потому что у нас немножечко здесь не хватило. И вы сейчас увидите, как это все будет капать вниз. И кофе у нас будет завариваться. Вот так вот вьетнамцы заваривают свой кофе. Так. И сверху заливаем кипятком. Кипяток должен быть где-то градусов 80. Не больше, потому что иначе он может убить свойства кофе. Аромат, вкус. Да. И видите, как у нас закапало там, да? Да, процесс живется. Вот, процесс пошел. Идеальный вариант, то есть идеальное время заваривания вьетнамского кофе 5 минут. Я не знаю, тут у нас, наверное, будет стоять. Это мы закрываем, чтобы было. И ждем, пока он весь прокапается, а потом я вас угощу. Спасибо. Это поднимет нам настроение. Конечно, мы немножко кофемана, если можно так выразиться. А вообще кофе второй в мире поставщик. Кофе после Бразилии. Вот это да. Да. Так, ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что раз мы говорим о наших женских намеках, то очень часто мы употребляем намеки для того, чтобы можно было как-то договориться или дать понять мужу о требованиях или надобностях наших детей. Потому что не всегда получается так, чтобы муж понял, что ребенку необходимо вот именно это. В его понимании процесс воспитания может быть совершенно другим. А для ребенка требуется для того, чтобы описать его состояние или не описывая, наоборот, состояние, дать понять, что нужно восполнить какое-то требование. У нас есть замечательные ребятишки, которые наравне с нами, наши коллеги по телевизионному цеху, они снимают телевизионные сюжеты. Я не знаю, как их мамы с папами договариваются о том, чтобы ребенок помимо учебы, помимо каких-то кружков еще и выделял время на телевизионные средства, да, какие-то на свое еще вот это хобби. Тем не менее, я чувствую, что удалось им это сделать. Ну а нашим ребятишкам, нашим коллегам по работе удалось выяснить, каким же образом можно повлиять на свое настроение. Вообще детское настроение, оно подвластно, наверное, только тому, кто помнит себя ребенком. Вот это вот ощущение детства, оно быстро тает у нас. И для того, чтобы мы смогли вспомнить его, мы и смотрим следующий сюжет. Это когда улыбаются все, когда все рады. Человек добрый или недобрый. Настроение бывает весело, а бывает грустно, а бывает такое, нормально. Еще бывает мандариновое настроение, потому что мы сейчас мандарини. Грузные, так хотя, вот, например, кто-то не хочет с ними играть или дружить. У меня никогда не было плохих настроений. Чтобы было хорошее настроение, надо ходить в парк, веселиться и еще играть с братом. Моя мама вообще говорит, чтобы было хорошее настроение, надо хорошенько выспаться. Ходить на природу, на площадку. Мне очень нравится, когда к нам в гости приходят, и мы приходим в гости. Чтобы настроение было хорошее, надо много-много-много-много витаминей есть. Например, яблоки, груши, супчики, капуста, котлета, мясо. Отдыхать там нужно. Можно в мандарин пойти, можно еще куда-то пойти, можно в пак пойти. И всегда будет хорошее настроение. Мы снова в передаче «Город женщин». Как видите, девочки, никаких намеков у детей. Ну, никаких. Они же говорят прямо, говорят то, что они думают. Интересно, в какой момент приходит внимание, чтобы без намеков не обойтись? Я даже не представляю, в каком возрасте ты помнишь свое осознанное чувство, когда ты, знаешь, из-под печки откуда-то из-за рака за камень заводишь? Мне вообще трудно, честно говоря, это вспомнить, потому что все-таки эти гендерные особенности, это не только пол, это вообще, ну и структура личности, это больше культурный момент. А поскольку я больше играла с мальчиками и общалась с мальчиками, то вот с намеками у меня не очень, честно говоря, хорошо, только как художественный прием больше. Я так чувствую, что мудрее всего Ира оказалась. Она на кухне, видишь, колдует чудеса. Наверняка там мужчины штабелями, знаешь, падают сами. Да, да, падают. Особенно, когда так вкусно пахнет кофе. Конечно. А кофе готов? А у нас, кстати, уже почти что заварился и даже прям идеально. Ух ты, ну тогда пора, пора. Я наконец-то заценю, как же можно готовить при помощи вот этой замечательной вещи, которую я-то умудрилась привезти из Вьетнама, а пользоваться до сих пор не умею. Ну, я пока разолью. Хорошо. Потом вы попробуете. Мы попробуем непременно. И, кстати, я думаю, что мы и гостю гостим, он же у нас совсем скоро. Ну, а пока мы прервемся на небольшую рекламу и возьмем это время чашки с ароматным кофе. Интересно, что намеки можно высказывать не только словами, но и жестами, и даже тембром голоса. Особенно это важно для женских намеков. И как же развить этот чарующий, магический грудной тембр? Сегодня с нами поговорит Ирина Владимировна Щетилова, преподаватель музыкального колледжа имени Жиркова. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Добрый день, девочки. Да, очень рада вас видеть. Так, чарующий тембр голоса, это было сказано очень хорошо. А его можно выработать как-то? Ну, я хочу сказать, что от природы не всегда ведь бывает голос высокий, да, у женщины. Но мы же знаем такое выражение «бархатный тембр», да, то есть есть, конечно, такие упражнения, которые позволяют голос опустить и заниматься. Ну, в принципе, работая с женскими голосами, я часто не вдаваясь в подробности, где-то в технику, опосредованно подхожу к задачам. И к таким, в частности, тоже, то есть я часто применяю ассоциативное мышление ученика, например, представить цвет голоса или представить, ну, вот ткань, да, можно, допустим, петь синим цветом бархатным, а можно синим цветом блестящим, да, с какими-то. И вот настраиваясь на волну ученика, то есть это вот Александра очень интересно рассказывала про эти все речевые, да, и то есть понятно, что это очень индивидуально, и ты, настраиваясь на ученика, предлагаешь ему какие-то приемы, и это все, конечно, очень индивидуально. Я хочу сказать, что у Ирины Владимировны удивительный дар. Она может научить петь, ну, вот абсолютно любого человека, даже того, который искренне считает, что ему медведь наступил на уши и на горло тоже, да, но душа поет, и вот что значит настоящий педагогический талант. Ты сейчас для меня, например, открыла Америку целую. Я считаю, что если человеку наступил на ухо медведь, то это ничем не исправить, я ошибаюсь? Ну, вот я слушала вашу передачу, как раз очень интересно, в какой момент происходит вот этот перелом, ведь все изначально поют. Да, младенцы же, они как просто маленькие певцы, по-моему. Я занимаюсь с детками тоже, и дети очень любят сцену, ведь они, прям для них это, мы проводим специальные праздники, для них выход на сцену, итог. Урина Владимировна, каждый ребенок поющий становится, и еще и участник, а зачастую победитель конкурсов вокальных. Но я еще хочу сказать, что Урина Владимировна занимается не только, она универсальный педагог, занимается не только с детьми, но и со взрослыми, и обычно даже с артистами нашего русского академического драматического театра. Ну, это просто был опыт такой, я преподавала у актеров, практически все актеры драмтеатра, это мои ученики, то есть у них есть предмет такой, сольная пение. То есть можно сказать, что они все поют, да? Ну, естественно. А правда, что, Ирина Владимировна, что мужчину должен учить только преподаватель только мужчина, а женщину только преподаватель и женщина? Да, кстати, есть такое мнение. Ну, вы знаете, нет, не могу согласиться, конечно, если мы возьмем, представим, что очень часто мы, опираясь на ухо, как бы копируем, да, голос преподавателя, возможно, из этих соображений, да, но не всегда. А вот сможем сегодня для наших зрителей сделать, ну, хотя бы несколько упражнений для того, чтобы они попробовали найти этот свой грудной? Очень интересно, да, когда, ну, вот я бы хотела, раз мы говорим про женские намеки, и все-таки я хочу сказать, что все-таки, если женщина пользуется вот этим грудным своим резонатором, это все-таки на мужчину больше влияет. Ну, его же надо задействовать как-то. Ну, есть ряд приемов, и я часто предлагаю такой прием, представьте, как будто ты бас. Бас. Ну, как будто. Альпин. Ну, как будто ты бас, и мы начинаем говорить, и я часто предлагаю положить руку сюда на грудь, и вот очень низко произнося, слышать вибрации здесь. Это очень... Басом. 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 Ну, нет, вы должны вот именно вот сюда положить руку и услышать вибрацию. Я слышу свои вибрации. И часто мы на этом приеме начинаем работать. Но, конечно, это не значит, что все... Я поймала. Ну, это ощущение вибрации. Представьте, что я хочу сказать, что диапазон голоса ведь большой. И очень часто, когда в произведениях мы поем высокие ноты, у нас закрывается глотка. И вот есть такой эффект песочных часов. Вот так, да? И чтобы этого не было, предлагаем такой прием, как будто бы бас. Как будто говорим басом. И на самом деле, конечно же, человек говорит своим голосом, но он таким образом открывает глотку и включает вот эти... И понижается, да? Звучит полный объем голоса, а не только вверх. Ну, здесь это очень индивидуально. И вообще, я хочу сказать, конечно, это безумно интересно. Ну, во-первых, это интересный процесс и для ученика, потому что, допустим, мне всегда очень интересно наблюдать за вот этим прогрессом. И когда человек, который не пел вообще никогда, он слышит свой голос и вот этот кайф невероятный. А сколько занятий нужно, чтобы научить человека петь? Все индивидуально, все очень индивидуально. Но какая-то градация, если от до? Ну, я запела, наверное, на третьем, да? А, я запела, наверное, на третьем, да? Семейная, я бы хотела разучить там песню, любимую для мамы. Ну, пожалуйста, замечательно. А то он открывает в себе голос. И ему хочется еще, еще. И в конце концов, то есть, ну, простите, мы иногда от шансона переходим к классическим вещам. И это вот ответ на вопрос ваш. Потому что всегда на первых уроках мы очень долго общаемся. Я должна понять и настроиться на волну, да, ученика. Потому что это все индивидуально. Одному нужно сказать, другому показать. Третьему, может быть, послушать. То есть это... Иногда я не понимаю, что происходит, но вот это вот обратно. А давайте попробуем вот упражнения на опоре, которые мы делали по голосу. Ну, вот для этого нужно встать, наверное. То есть есть... Мы же знаем, что есть разных много видов... Ну, давайте. Кто желает? Да, мы все. На самом деле видов пения мы знаем, да? Есть народная манера пения, эстрадная, академическая, классическая. Но все эти виды объединяет, конечно же, дыхание, да? И дыхание, и опора звука. Дыхание, это под дыханием мы подразумеваем ровный, плавный выдох. И вообще гласная, это звук. А согласная, это... Есть такая фраза замечательная, я часто ее произношу, применяю Федора Шаляпина. Гласная, это река, согласная, берега. То есть гласная нам очень нужна. Мы сейчас делаем небольшое упражнение. И без согласной тоже никуда. Да, у нас тут минуточка. Да, эти буквы, они участвуют в процессе, они очень важны. Ну, вот для начала я предлагаю помычать. Мычать? А мычать в низком регистре или все? А вот это будет интересно. Но обязательно почувствовать отдачу здесь. Опираясь. У нас есть диафрагма. Я вот принципиально обхожу вот эти вещи, да? А что должно произойти? Должна произойти отдача. То есть вы должны почувствовать опору здесь, как будто бы сопротивление. Напряжение как-то. Смешно. Потом... На что мы добавляем, чего убираем. Вот какой-то момент он может сразу понять, а какой-то... Ну, возможно, придется. Ну, вот давайте про грудные, допустим. Давайте вот все-таки вот эту штуку попробуем сделать. Значит, нужно положить сюда ручку. Ну, надо попробовать. И проговорить. То есть пение важна глоточная артикуляция. И мы сейчас как будто бы басом будем проговаривать гласные. то есть чувствует когда она есть это ощущение что звучит весь организм потому что понимаете пение это очень сложный процесс это задействует это очень важно потому что если не работает этот резонатор то выходит только часть голоса и это не всегда бывает а остальное как будто зажимаем в себе где-то и никакой неестественной становится голос или просто спасибо Ирина Владимировна я уже чувствую свой грудной резонанс а ты вообще талантлива на самом деле спасибо Ирина Владимировна я к вам на неделю приду ждем закрепить на самом деле это очень интересный процесс и если женщина умеет пользоваться этим это конечно это очень приятно и захватно спасибо большое спасибо вам большое благодаря вам мы будем знать больше ну надо же низкий регистр низкий регистр жаль что наша гостья не успела попробовать кофе заботливо Ириной нам принесено вот этот сам вьетнамский кофе и сейчас мы посмотрим чем же еще Ира нас побалует потому что она приготовила целую по-моему армию чего-то вкусненького и даже помощника себе пригласила так Ира? нет у нас сегодня не помощник у нас сегодня гость это Туяна Андреева многодетная мамочка очень хорошо готовит вот и сегодня Туяна у нас будет готовить что? бурятские бузы вот это да долгожданное блюдо сегодняшнего дня по-моему его все ждали да 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 бурятские бузы в начале передачи Ирина говорила о том что путь к сердцу мужчины лежит через желудок действительно вот это вот блюдо оно проложило путь к сердцу моего мужчины как здорово моего любимого мужа и в семье у нас очень любят это блюдо все обязательно готовятся ко всем праздникам и к приходу гостей даже маленькая малышка которая годик она уже маленькими пальчиками вот мелкая моторика разевая готовит эти бузы в принципе бурятские бузы это проще говоря по аналогии бывают кавказские хикали китайские блюда баусы тюркские манты в принципе это одно и то же тесто в мясе но отличается лишь способом приготовления и ингредиентами в данном случае мы подготовили на 4-5 человек требуется всего лишь 2 стакана муки так стакан воды и 2 яйца и добавляем соль соль тоже очень важна потому что бывает если недосоленное тесто то у нас мужчины бывают очень привередливые и говорят что соль всему ну приправа понятно да так Туяна прежде чем начнете готовить могу я спросить вы как многодетная мама наверняка уже усвоили просто на отлично вот это вот искусство намеков на кухне вы им пользуетесь? да да кстати тема сегодняшняя да обязательно потому что когда приходит муж с работы а работа очень тяжелая сезонная он приходит мы всегда встречаем его с дочей тогда мы его накормим обласкаем поговорим и вскользь как всегда уже насытый желудок когда он очень доволен мы уже начинаем папочка вот мы сегодня видели там что-то что-то или папочка вот у нас было день рождения недавно такая прекрасная студия мы хотим там провести наш день рождения всего вопросов нет моментально то есть все намеки можно вот через блюдо прекрасно поданные он воспринимает только отлично мы непременно вернемся и узнаем как готовить и как намекать ну а пока мы прервемся на небольшую паузу потому что потому что потому что да потому что намеки женские это тема неисчерпаемая вообще мне кажется бузы это похоже на намек вот она вот соленая начинка завернутая да да она же тоже многослойная и потом если я добавила туда перец может быть я что-то о чем-то намекаю мне хочется остроты в жизни такое бывает? бывает так значит бывает да вот я чувствую мы сейчас усвоим мы сейчас не только позы или бузы научимся готовить так ведь? да а мы продолжаем готовить наши бузы так Туяна а вы часто вообще готовите в семье вот именно бурятские блюда? обязательно у нас каждый выходной я стараюсь приготовить заранее замораживаю и когда приходят гости они буквально братья когда едут звонят через полчаса мы едем сразу же ставим на пароварочку и к их приходу готово блюдо оно подается с овощами как раз ух ты как здорово то есть у вас бузы всегда в холодильнике всегда на столе да особо их хорошо готовят праздник сагалган то есть к приходу бурятского нового года это феврале месяце тогда буряты конечно готовят большими масштабами вселенскими потому что буквально обычно весь балкон бывает не заставлен а у нас сегодня фарш из чего? фарш по идее мясо готовят ну настоящие буряты они готовят из баранины баранины бывают рубленные туда добавляют сало лук чеснок добавляют специи определенные но к сожалению у нас баранины здесь нет поэтому мы использовали домашний фарш свинина говядина здесь 850 грамм использовали значит два лука и чесночок добавили еще соль и перец по вкусу так как у меня мужчины саха они не любят особо зелени побольше они готовят ну чисто в таком истинном потому что я знаю что раньше древние монголы фарш делали из пяти сортов мяса верблюжатина баранина козлятина говядина и еще конина я думала сейчас ты и она скажет а еще кого подстрелили домой положим всегда изимен так давайте и теперь вот подходим тесто мы берем тесто обычно как сказали как на лапшу можете тоже подойти присоединиться к нашей лепши да мы с удовольствием здесь мы уже заготовили вот такие вот кругляшечки специально уже мы их руками вы их руками разминаете скалкой может скалочкой можно руками в принципе и самое важное то что есть такой момент а я буду ждать что можно вот краешки чтобы они были потоньше почему мужчины у меня привередливые они любят тонкое тесто чтобы делать аккуратные защиты тесто должно быть по краям чуть тоньше ничем посередине тесто должно быть тонкое и много фарша да и много фарша получается где-то тесто грамм 200 и фарша грамм 50 то есть полную ложечку мы ложим положим по центру самое интересное здесь защипы же да защипы вы же утончили его на краях как оно будет защипы идеальные защипы должны быть 33 а почему 33 33 здесь уже как бы есть определенные несколько вариаций религиозным подтекстом как бы вот считается 33 божеств неба это первая вариация вторая вариация это как раз 33 оборок на складке кибетских монахов да несколько легенд существует несколько легенд существует ну и еще одна легенда тоже это 33 вершних божества которые превратили в свое время потом вершины хребтов саянских гор 33 теперь слушайте ну это вообще просто волшебство это с каждым защипчиком ты как будто бы закладываешь какую-то вот такую сакральную посередине потом внутрь ложим пальчик внутрь и идет защипы 33 конечно у нас не получится идеально но хотя бы 25 мы сделаем то есть вот так вот собираете как все собирается как юбочка что-то у меня сегодня не получается нет я не не я училась но получилось у меня что-то как-то не очень ты посмотри зачем портить я ее вот так вот хочу технику обязательно да потому что оно по форме кругленькое оно похоже на юрту да на юрту здесь она устроена очень интересно в том плане что там где-то воздухообмен внутри у нас очаг и постоянно там летом там прохладно а зимой там тепло то же самое это потому что воздухообмен то же самое происходит с гузами мы готовим а какой бульончик у нас там у нас кстати да есть еще один у каждой хозяйки есть своя фишка своя зима этому меня обучила моя сестра в бурятии Галина обязательно я добавляю марш полстакана молока ну не просто полстакана я добавляю еще специи на вкус моих моих любимых мужчин мы заливаем и тогда фарш получается просто бесподобный он мягкий нежный и когда он пар идет он буквально тает вот так здорово я думаю у тебя получился это будет не намеку толстый спасибо большое вам большое спасибо что пригласили очень интересный проект ну что ж мы в ожидании пока можно будет попробовать это все вкусноту аромат окутал всю нашу студию и поэтому настроение наше улучшилось спасибо нашей гости но есть еще немало хороших таких секретов хорошего настроения о них нам поведает Митя Ефимов мы ждем его привет друзья с вами Митя Ефимов и рубрика хорошо в нашей рубрике я поделюсь с вами знаниями о йоге смеха и о том как чувствовать себя позитивным бодрым несмотря на плохую погоду настроение и другие негативные факторы я буду рассказывать про своих учениц которые приходят ко мне на занятия чтобы выплеснуть весь негатив который у них накопился посмеяться и получить долю позитива меня зовут Настя и наверное год назад я родила будучи не в стабильном состоянии психологическом и на ребенок мне спас ситуацию наоборот насугубим так как нервная мама нервный малыш и что-то покатилось прям все по наклонной я еще пошла работать смотрела как лично воспитывают детей поняла что я не понимаю как успеть работать и мужа любить и ребенка яма выступила что я поняла что по разу не вылазит но прошло полгода состояние стабилизировалось но я понимаю что еще не все из головы выкинуто и вдруг Дима и это просто волшебно как-то это но первым Дима суперпозитивный человек ну легкость сейчас такая и желание жить и все мои вот эти тараканы и опять же перестройка идет и мозга и эмоции и хочется да уже притягивать подобное хорошее то что было раньше я туда уже не хочу главное помните что все проблемы они роются здесь в голове это ваше отношение к ситуации если же вы будете идти по жизни улыбаясь позитивными смеясь то и жизнь вам будет давать только позитивные эмоции я очень рад что благодаря йоге смеха у меня есть возможность помогать людям улыбаться смеяться радоваться жизни вот и ко мне приходят разные люди на занятия вот сегодня пришла Настя и благодаря нашей практике она сегодня пришла улыбающейся домой и предлагаю вам присоединиться к нам и сегодня мы сделаем одно упражнение оно называется милкшеньк представьте, что у вас в руках два стакана и вы их переливаете смешиваете делаете так э э э а теперь пьем ахахахаха ахахаха кукушеньк кукушеньк представьте, что у вас стакание ваше счастье вы его смешиваете сначала а потом пьете Готовы? Давайте Делайте таких глотков счастья как можно больше каждое утро И я уверен, все у вас в жизни будет хорошо С вами был Микки Ефимов Пока! Первое, что мы сделаем, я думаю, повторим за Митей За что мы любим Митю Ефимову? За то, что он преподает нам каждый раз какой-то урок Хорошего настроения, как его удержать, как его создать Потому что хорошее настроение, особенно осенью, но оно достаточно сложно удерживаемый предмет Очень сложно мне, например, депрессия всякая, бывает Я такого слова не знаю Везет У меня всегда хорошее настроение Это вопрос внутренней дисциплины Счастье это выбор Я сейчас выпью кофе вьетнамский Когда у нас есть кофе, когда у нас есть бузы Разве можно говорить о плохом настроении? В данный момент ни в коем раз Я считаю, что это просто счастливый момент в моей жизни Да, и я, во-первых, давно хочу научиться делать эти 33 волшебные складочки Я даже не знала, что их 33 Это искусство? Да, это искусство И, представляете, полбалкона к Новому году буз Это же счастье! Полбалкона по 33 Это само по себе уже счастье! И женский намек для мужа Я представляю, как она объясняет Ну, что я так долго защипываю? Ты знаешь, это такой намек Да, в каждой складочке это какое-то доброе пожелание тому, кто съест это Да, да Вообще чудесно! Ну, сегодня я узнала очень много новой девочки Спасибо вам большое! Это просто какое-то счастье! Наша передача — это счастье! Да! Да, кстати, наша передача — это счастье! А женские намеки — маленькая дорожечка к этому счастью, так ведь? Да, когда мы не можем прийти напрямую, идем чуть-чуть в сторону А потом в бок А потом все равно продолжаем движение к цели Нормальные герои всегда идут в обход Как всякий парусник Если нет попутного ветра, идем в сторону, правильно? Правильно! И все, и нам всегда все равно по пути Ира Ну что ж, я полагаю, что вкусные намеки, они, пожалуй, получше, чем те, которые мы научно обосновали Они, главное, более научились, как это делать Да, но помним про то, что ответственность быть понятым лежит на том, кто говорит А вот это сложно, это сложно воспринять настолько серьезно, потому что ты говоришь и полагаешь, что кто-то может залезть тебе в мозг, и ты совершенно с тебя поймет, хотя это не так Да, надо озадачиться и сделать так, чтобы нас правильно поняли Да, чтобы мы были поняты, чтобы в мире, вернее, в семье у нас царил мир Тогда и во всем мире будет мир, я так думаю Да Ну что же, передача подошла к концу Все, всего хорошего Только в октябре акция в меховых салонах Торнадо Рассрочка на два года Спешите, у нас новое поступление шуб, дубленок и пуховиков Торнадо, все для самой красивой зимы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok